Приветствую, друзья! С Новым Годом, с новым счастьем! Я обещал в прошлый раз в ролике, что в Новом Году буду давать новые контенты. Но мне приходится напомнить кое-что, и я сейчас напомню. Во-первых, я счастлив в неопределённости и со своим ключом к себе. В 90-м году была массовым тиражом выпущена первая книжка саморегуляции вообще в СССР. Издательство «Молодой гвардии». И вот потом я где-то 5 лет был соведущим программы «Помоги себе сам», которая начиналась по методу ключ с меня, на центральном телевидении. Ну, с Алексеевым, с моим товарищем, который сам там рассказывал, как он однажды спасся от тяжёлого состояния, какой-то неприятной болезни, с помощью ключа. Потом он приехал ко мне в Махачкалу, потом мы задружились, потом мы в Москве много работали вместе, и у меня очень много было роликов. И хочу напомнить для тех, как говорится, в полку у нас всё время прибывает. Ну, есть такая фраза, метафора в полку прибыла, у нас в полку прибыла. У нас уже 195 тысяч подписчиков на сегодняшний день. Это только в Ютубе. Значит, людям это нужно. Как говорил Маяковский, если звёзды зажигаются, значит, это кому-то нужно. Ну да, звезда зажглась давно, устойчиво стоит в интернете метод-клюш десятки лет. У нас школа человек будущего, школа человечности, что в любых обстоятельствах мы должны сохранять себе человечность. А это означает одновременно и эмпатичность, то есть любить ближнего, гуманность. Это означает одновременно изобретательность и принимать решения в неопределённости со скоростью инстинктивных реакций. Скорость инстинктивных реакций, друзья, это такая скорость. Вот, например, комар ещё не попал на века, а ты уже отмахнулся. Такая скорость, потому что регулируется бессознательным, которое выработано у нас миллионами лет эволюции. И весь этот геном такой, творческий геном, что человек творец всей стадии предшествующих поколений в нашем подсознательном. Это очень интересно, я вас уверяю, потому что в любой день, в любой момент, в любую, ну, формально говоря, секунду, я могу тут же сообразить новое решение для того, чтобы решить ранее нерешаемые волнующие вопросы. Это если мне нужно, потому что мне это подтвердили уже сотни-сотни участников нашей Школы Человек Будущего, что они тоже этому научаются, что они могут быстрее соображать в условиях неопределённости и в условиях неожиданных изменений ситуации, когда человек к этому обычно не готов. Но я должен сначала сказать, как и обещал, почему же наш метод вызывает, как по закону цепной реакции, такой прям наплыв участников нашей Школы Человек Будущего. Но не все могут посмотреть в описании под роликами, кто я такой. И поэтому меня попросили. А вы ещё раз напомните, кто вы такой вообще. Я кандидат медицинских наук, заслуженный врач Республики Дагестан. Как говорил Ген Калференко, который в Комсомольской правде вёл программу такую, социальные изобретения, он говорил, когда я, говорит, стал писать про свою автобиографию, я плакал. Я тоже, когда вспоминаю, кем только я не работал, например, я работал ведущим научным сотрудником Психологического института Российской Академии Образования. Я работал ведущим научным сотрудником Института машиноведения Академии Наук РАН. Я работал профессором кафедры Здоровья и Сбережения Нижегородского института развития образования, НИРО. Да, я объездил весь край Нижегородской области, я там проводил много занятий для педагогов, для психологов, социальных работников. Да, у меня много-много писем, и до сих пор мне друзья оттуда пишут, как они помнят. Мало того, я во время пожаров Нижегородской области спасал людей, будучи астматиком. Я был без маски. И в этом дыму, в этом угаре, вот интересно, мы с Шансовым дружили, работали с губернатором Нижегородской области. И он такой, ну такой прямо умеющий управлять своим стрессом, потому что был случай такой, когда я в Москве, когда он был замом Лужкова, вице-мэром Москвы. Мы приехали к нему с телекамерой, и вот со мной был товарищ мой, с которым мы делали, когда делал работу в Ленинграде. Ой, Господи, Потапов, я даже в моей одной из книг, а их у меня 25, про Потапова писал, что чем проще человек, в нем это величие, чем скромнее человек, тем в нем величие. Но это вообще-то так правда, потому что я дружил, когда работал в Канаде, например, ой, с кем только я не дружил. У меня там каждый день были по 25-30 человек, и я дружил с Морисом Стронгом, которого приглашали потом быть вице-председателем в ООН, который руководил и был хозяином всего электричества в Канаде. Ну, представляете, да, кто у меня были друзья? У меня друзья были и министры, и замминистры, и очень много-много друзей, потому что я всем показывал приемы, как снимать стресс. Сегодня всем очень важно овладеть приемами, как переводить напряжение стресса на решение своих волнующих вопросов и нерешаемых ранее задач. Это очень важно. Еще я был 10 лет членом правления у Апинянского. Апинянский, мой товарищ, врач, ну, короче говоря, межрегиональное профессиональное объединение психотерапевтов, психологов, социальных работников. Я там был членом правления 10 лет, кого только у нас там не было, из числа врачей. А сегодня странное дело, мне там приятельница написала, я, говорит, врачам говорю о методе ключ, они не знают. Ну, как же им знать, если сейчас у них и времени нет, и не хватает любознательности. У меня много метафор и всякие пословицы я пишу, например, только «почемушки становятся великими», потому что там, где внимание, там и сознание. Короче, я, значит, обучал чемпионов мира и олимпийских игр разных видов спорта. Я помог команде рад в свое время не вылететь из высшей лиги. Я много чего делал, это, чтобы вы знали, потому что новичок, который прибывает в нашу школу, у нас открытые входы, бесплатные. У нас много бесплатных ликбезов наряду с вебинарами по теме, ну, которые стоят 1000 рублей, 3000 рублей. Ну, такие доступные цены для тех, кто «почемучка», кто хочет овладеть новыми навыками, который хочет научиться справляться со стрессом, используя энергию напряжения стресса для решения ранее нерешаемых, волнующих вопросов. Я специально себе шпаргалку здесь написал, чтобы, как Гена Алференко, когда я смотрю, что я сделал в жизни, чтобы не заплакать. А Гена Алференко был в свое время, который в СССР создал первую хозрасчетную организацию Терпсихора. И вот там был случай, когда Горбачев, ну, Горбачев был президентом тогда, не, не президентом, я забыл уже. Ну, короче говоря, вы знаете, кто такой был Горбачев. Тогда еще хотели сохранить СССР. И вот тогда вот написал Радов, Радов, про Гену Алференко, статью такую большую в «Комсомольской правде» «Подвижники и ревизоры». А публицист Радов был очень знаменитый, ну, Радов, Радов, там, посмотрите, Радов, там, фишка фильм, там, и так далее, он много чего делал. Ну, крутой был журналист. Да, и таким же серьезным человеком был, ну, такой был писатель великий, он столько написал про меня первую книжку, там, где я был экспертом, «Визит к экстрасенту», где я говорил, никакого биополя не существует, это феномен нашей психики. Я, кому нужно, всегда это покажу, как я могу это делать, эти пасы, и вы будете чувствовать волну, как на вас влияет мое движение рук, как потом Чумак. Весь Советский Союз обманивал. Делал пасы, пока Кашпировский там пытался, серьезным лицом называя гипноз, установка, гипнотизировать людей, а Чумак догадался вообще ничего не говорить, он просто делал рукой такие пасы, и все там писали, «Ой, как на меня это действует, как на меня это действует, как я после этого перестал кашлять, как я после этого почувствовал, что у меня голова не болит, как я после этого почувствовал, что я лучше сплю». Да, конечно, потому что мы все же внушаемые, куда отсюда денешься. А сегодня неопределенность. И в этой неопределенности такая у нас напряженность. И если кто-то нам скомандует чего-то, пасы начнет делать, говорит нам, что надо вот это делать, или еще что-то говорит, делать надо, и авторитетным тоном это заявляет. «А мы все внушаемые, как и я. Посмотрел тяжелый фильм по телевизору, и всю ночь у меня вот эти кадры, и уснуть не могу». К примеру, а я как раз таки обучаю людей, как снимать зависание, как перезагрузку делать, как в компьютере. Это же так важно сегодня в условиях неопределенности, чтобы мы не попадали под эти манипуляции. Ну, где я еще работал? Ну, я еще там многое работал. Я там это учил у первых психологов МЧС России. А до этого это было под учреждением Минздравовского в МЧС Медуправлении. Там были психологи. А потом образовалась новая группа психологов МЧС России. Первые психологи были моими учениками. Но они меня уже забыли, потому что прошло много времени. Ну, много лет же Метод Ключева, много лет, и уже никто не помнит, что я первый сказал, что повторение снимает напряжение. И повторение – мать учения. И первый сказал, что у нас есть принцип подбора путем перебора по критерию индивидуального соответствия. Потому что сегодня в этой неопределенности, чтобы нами менее манипулировали, Грефы, Швабы, Рокфеллеры, ну, кто угодно. Никто, даже я. Как сказал Будда в свое время, если между вами и мной, между вами и истиной стану я, убей меня. Ну, потому что вот и сейчас Лама, выдающийся человек, который я очень люблю, уважаю, сейчас он сотрудничает с учеными, потому что это не религия, а буддизм. Я даже не понимаю, что, не знаю даже, как назвать, ни наука, ни религия, но он с учеными сотрудничает, потому что как раз-таки нирвана, вот это состояние душевной безмятежности, если в этом состоянии безмятежности, вы помечтаете о желаемых качествах и способностях, например, как постранить, как научиться слушать собеседника, да, то у вас эти качества начинают развиваться. Я много чего там показываю и учу, потому что наша школа, человек будущего, сегодня уже там без многих стран мира, мы все вместе создаем науку человечности. А я готовил еще и журналистов, которые улетают в горячие точки. Я готовил всех психологов, силовых структур и ведомств, Минобороны, ну ладно, МЧС в том числе. В общем, дело в том, что когда я работал 25 лет генеральным директором Центра защиты от стресса в Москве, то я пригласил в соучредительство, и я был там учредителем и МЧС России, и Минобразование России, и Минздрав России. Ну, это я про себя рассказываю, чтобы новичок, который к нам попал сюда, увидел, с кем он имеет дело. Мои собственные дети, психологи, известны и Олен, и Шейла. И у них свои уже есть наработки, свои изобретения, которые они в своих там в интернетовских группах или в каких группах они дают эти методики. И в нашей школе «Человек будущего», в школе человечности, изданы уже несколько книг, две книги изданы в издательство АСТ. И там мои последователи, и мои ученики со своими именами и со своими наработками. Вот так, друзья, это целый организм. И что еще могу про себя сказать? Бизнесменов учил, можете посмотреть, как там на международном уровне бизнесмены говорят, как они синхрогимнастику по ключу применяют перед какими-то своими занятиями, снимают нервно-мышечные зажимы. Ну, конечно, конечно, Станиславский этим занимался, снимал нервно-мышечные зажимы у актеров. И у меня очень много актеров, которые проходили мою школу. Я даже, ну, я и в Щепкинском работал, и в Щукинском работал. Я обучал будущих актеров, курсы проводил. Можете посмотреть у меня в сайте «Стрессу», как я провожу занятия. Там интересная девочка была, она сказала. «Ой, я когда применяю ваши идеомоторные приемы, у меня наступает такое состояние безмятежности, как будто я отрываюсь от всего земного, от всего мирского». А я ее там спрашиваю, что вы с этим делаете? Она говорит, а я могу настроиться на ту задачу, которая мне нужна, на свою роль. И через это она вырабатывала навыки, а там целая группа. А там среди них вы можете увидеть в этой группе на видео самую известную тогда популярную актрису. Она стояла в этот момент, руки у нее идеомоторные расходились, а у нее что-то не получалось, и она разминала себе шею. У нее не получалось, потому что был зажим. Я поэтому учу всех вот этим приемом. Подложить руку под руку, пить, чтобы была свободная, и разминать воротниковую зону, так называемую зону Захарина Геда. Я этому учу всех. И с правой стороны, и с левой найти точку болезненную и разминать там. Конечно, я всех учу погоду смотреть. Вот сегодня уже 18 градусов, а три дня назад была плюсовая температура. Я всем предлагаю записывать 10-12 дней. Несмотря на то, верите вы в это или не верите, что на вас погода влияет. Есть люди, которые не верят, что на них погода влияет. Ну, как погода может не влиять, если даже луна, например, когда она полная, когда она начинает только появляться, на океаны влияет, подъемы, приливы, отливы. А как на человека может не влиять, если он из воды состоит? Ну, короче говоря, много чего там у нас интересного. Вот я из Беслана выводил детей взрослых, когда они были под таким шоком после терактов. То же самое я делал. Выводил, пока психологи искали слова, которые им говорят, они не слышат этих слов. А я искал действия, которые они в этот момент инстинктивно совершали. Кто-то дрожал там, кто-то ходил туда-сюда по комнате. Я из этого сделал приемы, потому что весь метод ключ основан на осознанном применении в виде упражнений тех инстинктивных действий, которые вы и сами делаете, но не обращаете на это внимания и не знали о том, что они, природа ваша составляет вас, вас же снимать лишний стресс. И вот лишнее зависание, что мог снова заработал. Вот видите, я, например, жестикулирую. Я говорю, представил себе мозг, что он заработал, и сопровождаю это действием, делая эти движения. То есть, когда я сопровождаю образ движениями соответствующими, инстинктивно. Раньше я сидел, я не замечал, что когда я говорю с важным человеком, для меня по важному вопросу, я вот так делал. Видите, внимание, я не замечал. А это уж мне рассказывал, который в Щукинском руководил, что он когда нянечит, руку так выстрелит и стучит вот так по столу, и успокаивается. Много у нас интересного. Потом я еще был автором 25 книг, 5 из них на иностранных языках. Я в бренде 5 российских авторов. В Париже, например. У меня есть книга на английском. Ну, короче, 25 книг у меня. Я ищу художника. Вот видите, какие картины я рисую. Когда я сказал первый раз своему сыну Алену, он бывший пограничник, потом он пел институт кончал, потом он, ну, очень хороший психолог такой известный. Выходите на его сайт, посмотрите. Ален Алиев. Когда я ему первый раз сказал, Ален, давай будем через год выставку сделать. Он говорит, папа, мы же не художники, а мы сделали. Я вас научу не только выставки делать, а в любой деятельности достигать результатов, о которых вы сегодня только мечтаете. А вы сможете в десятки раз сократить время достижения мечты. Вот обещал к Новому году и после Нового года, и вот сейчас после Нового года, говорю. Быстрее сможете достигать своего результата, мечты. Ну, в первую очередь, конечно, научаясь управлять стрессом. Во всех сайтах интернета управление стрессом предполагается снижение стресса. А мы стресс снимаем за секунды. У нас есть такие приемы уникальные, которых вообще в мире никогда не было. Именно поэтому к нам все больше и больше людей подписывается. И еще и потому, что я как раз таки обучал испытателей Марс-500, команду Марс-500, международная космическая программа. Я как раз таки обучал военный персонал перед входом в атомоход Хурск после катастрофы. Вы представляете себе, войти в атомоход Хурск после вот этого взрыва, туда войти, в эту неопределенность, страшную. И вот сегодня такая же страшная неопределенность. Поэтому я имею этот опыт, обучаю других. Потому что я после всех терактов ездил в горячие точки, выводил людей из этого стресса, учил писателей писать без штампов, художников писать без шаблонов. Я обучаю изобретателей быстро соображать в условиях стресса и неопределенности. Сегодня это очень важно. Короче говоря, в следующий раз, если кто захочет, я ещё про себя что-то расскажу, потому что, оказывается, люди, пока не узнают, с кем они общаются, они либо там, ну, пишут что-то такое непонятное, либо, значит, они, не имея времени долго слушать из-за того, что у них сильный стресс, пишут, что за вода такая. Значит, и вам нужно в этот момент снять стресс, и я показываю как. Узелки на память, как разминать ушки, и когда у вас какой-то приз, я много там чего показываю. Поэтому, кто хочет ещё дополнительно подписаться, и больше и больше сюда нужно привлекать молодёжи, потому что я нашёл ход. Сейчас мы с профессором Матвеевым Анатолием Петровичем, он как раз самый главный человек, который выпускает учебники, он стандарты там определяет, физическая культура для 10-11 классов. Почему нам нужно, там как раз таки синхрогимнастика по методу ключ. Почему нужно, чтобы молодёжь больше приходила. Вы делитесь в своих группах, друзья, делитесь, делитесь. Почему это нужно? Чтобы они быстрее снимали нервно-мышечные зажимы на экзаменах, и когда готовятся к соревнованиям, и когда занимаются творчеством. А творчество – это не только рисовать, писать или петь. Творческий подход – это поиск наиболее простого решения сложной задачи через призму общечеловеческих ценностей. Это потрясающе. И поэтому нам больше молодёжи нужно. Я прямо об этом заявляю. Потому что это есть в учебнике. А чтобы в учебник вы попали, нужно, чтобы вас проверили десятки лет по всем вашим документам. А у меня как раз такие методики, все официально утверждённые моим руководителем по утверждению методики в Минздраве СССР в 87-м году, был академик Морозов, директор Института общей судебной психиатрии Минздрава СССР. И мы тогда выпустили ещё и учебный такой фильм «Азбука саморегуляции для детей, родителей и педагогов». Он есть в интернете. У нас там поищите на нашем канале. И всё-таки посмотрите в описании после ролика, кто я такой, чем мы занимаемся, и что наше общественное объединение занимается помощью всем людям. Мы всем помогаем, независимо от того, кто вы по возрасту, кто по национальности, кто вы по религии. Не имеет значения. Это то, что нужно сегодня человеку. Быть человеком вопреки обстоятельствам. До встречи, друзья!